Сотрудники правоохранительных органов, Министерство транспорта Московской области, представители администрации Раменского городского округа и общественных организаций отправились в очередной рейд. На этот раз на станцию Броницы. Здесь на железнодорожном переезде недавно погибла девушка. На станции Броницы погибла девушка 21 год, проживавшая в Красногорске. Переходила здесь на запрещающий сигнал светофора при запретной световой и звуковой сигнализации в наушниках. И была травмирована рязанская скоростная электричка. Представители специальной комиссии выявили ряд нарушений и выслушали на месте жалобы и пожелания жителей. В частности, бывают случаи, когда звуковой сигнал и светофор на железнодорожном переезде работают неисправно. Граждане, проходящие, имеют свои претензии, они уже их высказали. Теперь желательно высказать мнение участников нашей комиссии. Что скажет представитель железнодорожного транспорта на этот момент? У нас пешеходная комиссия работает. Она, я извиняюсь, мы здесь находились 20 минут. Красный свет работал в течение 20 минут, не прерываясь. Зеленого мы не видели, не знали. Только сейчас он загорелся. С чем это связано? Ну, это дежурная управляет. Если у нее на продвижении эта крылья есть, она не включает с пешехода. То есть граждане 20 минут должны были стоять? Даже если электрички подходят? Ну, это редко до 20 минут. Обычно вот так вот поезд прошел, оно погасло. Были выявлены два случая перехода граждан в ненадлежащем месте, вот в данном направлении, через железнодорожные пути. Были выслушаны мнения граждан по поводу перехода в данном направлении. То есть многим не нравится то, что переход недостаточно широк или слишком большие длинные переходы. В случаях происхождения этих нарушений бывали и случаи с летальным исходом, к сожалению. Поэтому сегодня комиссия выявила эти все нарушения, и эти пожелания и недостатки будут переданы належащей службе для дальнейшего исправления. Основными причинами травмирования граждан по-прежнему являются элементарная невнимательность и использование народных троп в группе риска и безбилетники. Глава городского округа Виктор Валентинович Неволин, администрация Равенского городского округа, держит ситуацию с травматизмом на пристальном контроле. И в этой связи для снижения уровня травматизма проводятся различные мероприятия, направленные на снижение. К ним можно отнести проведение уроков безопасности в образовательных учреждениях, в дошкольных учреждениях, их проводят представители линейной полиции, администрация представляется, общественники, привлекаются много различных организаций. Даже вот на рейде вы видите, много тут представителей и молодежного движения, и казачества, и всех остальных. Далее проводятся мероприятия по восстановлению целостности ограждения железной дороги, дабы пресечь несанкционированные переходы, по которым люди пересекают железнодорожные пути в неположенном месте. Антон Каташов, Ольга Скрябина и Сергей Дружинин. Для программы Городские вести.